Всем здравствуйте, с вами Рохера и вот по немецкому тяжелому танку 8 уровня ПЗКПФ 6Б Тигр 2, или проще говоря КТ, что означает Королевский Тигр. Начнем сначала с плюсов. Это хорошая лобовая броня, а именно 150 мм под неплохим наклоном. Хорошая лобовая броня башни 185 мм, почти под прямым углом, но все же наклон маленький есть. Так, еще из плюсов у Королевского Тигра, это его пушка 10,5 см, КВК 46Л68. Она скорострельная, это 5,26, перезарядка у него 9,66 секунды. Бронепробиваемость 225, альфа-страйк 320, разброс на 100 метров 0,34 и время сведения 2,3 секунды. Это хорошая пушка, но у Королевского Тигра есть один минус. Это максимальная скорость в 28 км. Но эту максимальную скорость он разгоняет очень быстро. В этом как раз его плюс. Хоть максимальная скорость и небольшая, но он быстро ее достигает. И это хорошо. Если надо, будет, конечно, можно вернуться на базу, если вовремя заметить, что нужно возвращаться. Так что, в принципе, этой скорости хватает. Но и не сказать, что как-то он особо быстро едет. Обзор у КТ 400 метров, что, в принципе, нормально для тяжа у восьмого уровня. Бронирование бортов и кармы по 80 мм. Так что не советую их поставлять. Лучше, конечно же, поворачиваться лбом. Плюс, если доворачивать Королевский Тигр ромбом, вас будет сложнее пробить. Ну, вот. Это, собственно, все, что можно сказать о Королевском Тигре. В общем, танк хороший. Теперь поговорим об экипаже. Командиру надо качать сначала, конечно же, ремонт, боевое братство. Ну, сначала ремонт прокачать до 100%. Потом еще процентов на 50 прокачать следующий перк. Ну, ни на что его пока не тратить, а просто так оставить. Плютик и 50%. И потом сбросить, поставить первое боевое братство и ремонт. Итак, всем надо боевое братство и ремонт. Дальше у командира шестое чувство, конечно же. Ну, и, в принципе, можно Орлиный Глаз. Наводчику боевое братство и ремонт. После этого плавный поворот башни. И позже мастер-оружейник. Мехводу боевое братство и ремонт. Дальше. Плавный ход. Виртуоз можно, потому что ворочается КТ 26 градусов в секунду. Радисту. Боевое братство и ремонт. И все-таки радиоперехват, наверное, потому что больше тут никаких полезных скиллов нету. А дальность к обзору это всегда хорошо и всегда плюс. И заряжающему боевое братство и ремонт. И, наверное, бесконтактному боекладу. Потому что она иногда вредится. Иногда она все-таки вредится. Ну, и позже, наверное, отчаянной. Тут можно, конечно, и в другом порядке. Потому что я не вижу каких-то особо помогающих перков у заряжающего. Ну, вот. Из модулей стандартно усиленные приводы наводки. Вентилятор. Досылатель. Ну, приводы, чтобы быстрее сводиться, конечно же. Быстрее выехал, свелся. Дал дамаг, откатился. Выехал, свелся, дал дамаг, откатился. Досылатель, чтобы увеличить ДПМ. И так, который, кстати, на уровне. Ну, и вентилятор, чтобы в целом немного повысить все параметры. Ну, а теперь, собственно, перейдем к самому бою. Ну, а теперь, собственно, перейдем к самому бою. Как видите, попали мы к девятым уровням. У нас в топе СТ-1 на ВХ-704. У них 50-100 Е-75. Играя я не один. Играем мы взводом. Я на королевском тигре. Артем 4-4-2 на АТ-59. И мастер Алекс на Як-Пантере. Мы решаем занять все втроем в горку. И едем, собственно, туда. Здесь мастер Алекс нам говорит, что у него влетела игра. И мы, собственно, ждем, пока он перейдет. Но пока едем на горку контролить. Пока мы не собираемся никаких действий предпринимать без него. Просто его подождать. Здесь мы видим засветы вдалеке. Я пытаюсь как-то выцелить противника. Но понимаешь, что не получается. Вижу пикер Макса. Отстреливаюсь. Но снаряд уходит выше. Поэтому мы просто идем дальше. Поднимаемся на горку. Видели, что туда поднимаются три вражеских чажа. Здесь засветивает Е-75. Я жду, пока смогу по нему работать. Я доеду, держу его на прицеле. И вот, сюда я его начинаю доставать. Сложусь, сдаю дамаг. Еду дальше. Пока перезаряжаюсь еще выше, чтобы еще больше его доставать. И вот мы забираем Е-75. Е-75 оказался самым умным. Он отдался первым, почти ничего не сделав. При том, что был в топе. Тут мой солгодник говорит, что мне надо поспешить. Он уже сражается с Карнарваном. Я еду. Видите, как вы видите, я врачу корпус на бомб, чтобы меня быстрее не продлил. Но тут у меня сбоку навешали. Сорок четверка. И 50-120. Тут, спасибо нашему Су-4. Он сваншотил 50-120. И уже оба топа в команде противника. Здесь я убиваю от Карнарван. Просто уже пошел с ним в пункт. Мой солгодник. Попался на 50-44, но я все-таки проехала. Но она мне дамага не дала, получилось так, что по мне пришла без дамага. Я же ей дал дамаг. Дальше я еду. Я себе дамаг прою. Откатывают. Когда не успела, не надо. А тут я замечаю Т-29. Но я стою так, что... Томал же нас пробьет, но он меня пробивает. Он мне, скорее всего, попал в башню, пока я заворачиваю ее, чтобы... Банить 44-ку и... По нему дамаг. У него остается уже всего лишь 350 хп. Я жду, пока перезаряжусь. Даю еще выстрелу. Оставляем 18 хп, и мой сам взвод на него выбирает. А наш другой взвод, ну и все, так и не дошел. У него не хотел запускаться лауншер. Он пытался напустить через Диексу. Ну вот, они просто не включались. И поэтому мы решили ехать дальше без него. Ты уже счет 7-1. И понятно, что, скорее всего, это будет победа. Мы просто едем, но... Конечно, не надо забывать об осторожности. Надо экономить хп. Поэтому я здесь вот так доворачу корпус клёвы 3-4. А стрелает хп. И он не хочет разбирать. Мы его забрали. Теперь следующий. Мы должны убить лавэ и т-34. Тут целить лавэ в НБЛ, как вы видите. Точно нечить. ТТ позволяет спокойно это делать. Даже на расстоянии 270 метров я спокойно целясь в НБЛ. Попадаю туда каждым снарядом. Вы видите, происходит рикошет от моей башни, как я говорил. ТТС у вас еще очень хорошо. Ну, здесь лавэ стоит все сделать 8-5. И его добирает наш союзник КВ-5. Хотел этот выцелить тридцать четверку, но он получил пилочку. Артиллерия, Комета, вот. Вот, видел уже, как будто так. Думаю, что он стоит там, не стреливает. Яду дальше, надеюсь, что я попал в Комету. Вижу, что так же, что где стоит арта, запоминаю это. В Комету снова следствую, вижу, что я все-таки не попал в нее. Дать помощь моему самзлодному с 4-4. Отвлечь его как-то на себя, потому что не все, что я. Тут 3-4, все-таки отвлекается на меня, как я и хотел, и он рушит меня губкой. Здесь я не успел отдать ему еще одну плюшку, потому что я не успел зарядиться. Едем дальше, потому что все, мы видели, что все оставшиеся противники находятся здесь. Просто едем жюри. Здесь, я говорю, моему самзлодному на Т-59, чтобы я здесь постоял, потанковал лбом. Если противник засветит и захотяк подстреляется, чтобы он пока ехал вырезать артиллерию. Я не хотел, чтобы это плюшка от артиллерии, и вот. Враги начали светиться, сначала я на Комете, теперь хочу по КТ. Он говорит, что я сейчас убью КТ, потому что он не мог его целиться. Ну, я сначала думаю, что КТ промазал, потому что не знаю, что он довольно стреляет. Ну, вот. Враг же у нас принесет. Что же он сам? А вражеский КТ забрал мою самзлодную. В это же время у меня прошло по нему без дамага. Был выстрел мимо. Тем временем, второй салзлодный все-таки загрузился уже, подъехал туда. Он там рушит дамаг, чтобы мне было легче пострелять. Ее сам пытается тоже его надамажить. Вот тут он у меня снимает КП, и он убивает в орденант. Помню, что ИС-3 там засвечивался, и вот он снова засвечивается. Он сражается с двумя нашими союзниками. Я их пока не вижу, но вот тут я их уже стал видеть. Целюсь по ИС-3. Тут попадаю в бусинки без дамага. Как вы видите, расстояние 530 метров. Он навешивает спокойно. Он здесь закрыл. Я пытаюсь дать ему задницу, но чудным образом не пробиваем. И вот, на этом бой закончен. Я нанес 4500 дамага. Попадание получил 8. Взял в этом бою 2208 опыта. 78000 кредитов. Ну вот, собственно, вот так может КТ нагибать, даже когда не в топе. У него все это для этого есть. Пушка, броня, неплохая скорость. Ну вот, все. На этом я хочу закончить. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все, всем спасибо, всем пока.